Добрый вечер, уважаемые товарищи! Начинаем очередное наше занятие кружка друзей гигельской диалектики Нижегородского кружка. Вот еще хочу раз подчеркнуть, что мы решаем с вами задачи не местные, не локальные, а судя по тому, какой интерес это вызвало аудитории, которая куда шире, чем Нижегородская, мы решаем задачу такую очень важную, общероссийскую, поскольку на русском языке можно творчество общероссийской. Хотя мы с вами понимаем, что сейчас русскоязычная аудитория границами нашего государства не ограничивается и эти границы не замыкаются. Мы решаем очень важную задачу, позволяем с вами приобщиться к изучению гигеля, что называется онлайн, ну почти что в один и тот же момент, очень широкая аудитория. А потребность, как мы с вами видим, очень большая, не случайно мы с вами здесь, да, и случайно этим занимаются, как Ленинграде, насколько я знаю, Новосибирске делают, уже я видел в электростаре, то есть во всей России пошло это движение. Но, может быть, наше с вами преимущество в том, что мы с вами продолжаем традицию, которая была заложена еще в 70-е годы в Ленинграде, в Ленинградском университете, поскольку я был слушателем того кружка еще в качестве студента, и поэтому я, может быть, имею просто более продолжительный опыт, чем те, кто к этому делу присоединился к силе. Итак, значит, у нас в аудитории присутствует, они не видны зрителям, но, тем не менее, присутствует Михаил, который еще не пропустил ни одного занятия, вот, несмотря на все события Владислава, тоже, может быть, самый пациент пропущен, Николай Роман, так что, ну и вот, я как идущий тоже в этом занятии. Значит, уважаемый товарищ, я думаю, что мы с вами сегодня пройдем то, что мы прошли, каждый может это озвучить и повторить, ну и, естественно, обозначим некоторое движение вперед. Я думаю, за нечто мы дойдем до нечто и немножко вот начнем рассмотрение нечто, мы уже к этому готовы, я так полагаю. Ну, а то, что вы читали уже с запасом, я не собираюсь. Михаил, наверное, уже за нечто зародили, нет еще? Тяжело идет, очень тяжело, больше, больше живых примеров, потому что, как бы, вот, начнем с самого начала, чистое бытие, бытие ничто, переходы, вхождение, возникновение, с этим разобрался только сейчас, потому что было много примеров. То, что мы пошли дальше, там уже сложнее. То есть, по-наличному, по снятию, по-небытие, по определенности, вот, к примеру, больше, нах, просто, залых. Но вы еще не переживаете, что, так сказать, что, вот, там, далеко не понятно. Еще раз говорю, мы читаем, ведя вперед, не все понимая, но получая представление, и что, все равно понимая, да? И очень основательно рассматриваем здесь в аудитории некоторые проблемы, очень основательно. Поэтому, вот, видите, вы уже, вот, эти вещи, которые мы рассматривали, вы их поняли совершенно естественно. Не, не что, это основа, да, как бы, вот, и много очень обычных бытовых примеров, которые укладываются в эту систему. В принципе, они все укладываются. Абсолютно с вами согласен, только я хочу сказать, что, на самом деле, вот, для людей, которые этим совсем не занимались, это пример ничто, и бытия, это не такое простое, по крайней мере, ничто, и сновление. Вот для вас это кажется уже простым, именно потому, что у вас заключение есть опыт занятия. Вячеслав, куда вы их ушли? Простение, я имею ввиду. Чуть дальше нечто. Чуть дальше нечто. Чуть дальше нечто, до границы дошли или нет? Нет еще. Ну, хорошо. Николай, как вас? Тоже сказал. Ну, же самое. Ну, хорошо. Ничего, хорошо. То есть, я еще раз скажу, что мы-то с вами здесь на это разбираемся, и тоже будем продвигаться вперед. А если вы еще и самостоятельно читаете, за рамками того, что мы освоили, я тоже на пользу. Ну, Роман, у вас, я чувствую, большое зайдем. Я дошел до главы «Для себя бытия». Да, «Для себя бытия». Замечательно. То есть, и конечность, и бесконечность. Замечательно. Это очень интересный тоже, очень фрагмент. Чем еще это интересно? Вот мы знаем, что Гегель, написав ловику, все три тома, потом приступил к редактированию. Вот первый том, он отредактирован. То есть, это уже переработка с учетом опыта того, что он сделал дальше. То есть, это уже сущностное рассмотрение сферы бытия. То есть, отрицание непосредственности и рассмотрение как сущности. И в этом смысле мы с вами увидимся в том, что это очень содержает, но и очень радует. Хорошо. Ну, давайте пройдем. Михаил, тогда вот, может, вы начнете? Ну, в самом начале. Существует понятие, как чисто бытие, но само это понятие, оно само по себе ничего не представляет, являясь пустотой. То есть, не имея, скажем так, ни начала, ни конца. Но чистое бытие можно подразделить на бытие ничто, потому что любое бытие несет за собой ничто. Вот. И это, так же, как ничто, несет в себе бытие. Это процесс называется... То есть, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Этот процесс называется становлением. Совершенно верно. Вот чуть остановимся, да? Ну, вы верно описали процесс, только чуть сфокусировали наше внимание. Итак, рассматривая бытие, мы отмечаем, что, во-первых, оно есть, во-вторых, о нем больше сказать... Что-то ничего не может сказать, а чистый ничто. Больше неочего сказать по тому, что есть то же самое, что бытие. Рассматривая бытие мы, простите, не что мы хотим что но и вот это совсем нетривиальная мысль совершенно верно в абсолютно право но если она есть то же самое что на теле поэтому я не будьте я не что если я не что-нибудь я не что-нибудь и становление но это совсем то есть там простой пример который пишу ручка находится паста бытие и что по мере расходы но тем не менее превращаясь не что тем не менее она отражается на бумаге в текст который опять же он есть ну и дальше можно этим из того что угодно сделать и не что лучше раньше по пастой в ручке и ставший бытием надписи на бумаге она соответственно если установить бытием дальше может продолжать процесс если вы там бумаги хорошо значит вот как бы бытовой пример нет я бы знаете что я не стал подчеркивающим бытовой просто пример а кстати бытовой тоже неплохо быт от бытия вы как раз в этой сфере находятся сфере бытия можете не подчеркивать что бытовой всякие вообще есть нежели с того что сейчас происходит так владислав вот можете смотреть становление становление это каком-то роде единство бытия и ничто но не в чистом виде а в качестве моментов то есть перехода бытия в ничто и ничто бытия то есть это по сути исчезновение бытия в ничто и ничто бытие вот это является становление то есть вот это вот постоянное движение и далее у нас происходит снятие вот это восстановление давайте оно совершенно происходит или на что вы человек начитник давайте чуть повнимательнее к тому что вы описали два движения и вот мы увидим что они не тождественные движение исчезновение бытия в ничто и ничто бытие вот поскольку они тождественные давайте зафиксируем этаж действий а это можно сделать только одним образом дать каждому свое название свобили иначе мы тогда их не сможем отличить возникновение это переход ничто бытие и переход бытие не что это прихождение вот эти два момента место составляют становление вопрос можно а вот непосредственно термин восстановление прихождение возникновения они какого-то еще много чего прихождение на все чтобы разделить процессы это просто для того чтобы родить процессы лишь дополнительно нет но мы их обозначаем не для того чтобы зафиксировать полученный результат ну а как может все используя словами словами термином соответственно понять если вот не зафиксируют тогда мы с вами дальше не смогли пойти да так мы зафиксируем а если вы на другом хотите спросить откуда мы взяли вообще такое слово употребление из нашего языка из нашей обычной практики я думаю что термин используются до того как люди формулировали этические законы и рассматривают диалектику но тем не менее то есть это ведь люди мысли диалектические задолго до того как была создана наука политическая но тем не менее согласитесь что эти термины очень подходят тому что они обозначают а как мы понимаем как точнее говоря представляем понимаем вот мы понимаем с вами даем определение исходя из смотрели бытия ничто а как мы представляем вот противоречит вашему представлению это те возникновение но это из бытия бытие нет совершенно значит удачная используем термин так словно и прихождение поэтому я ничего не пользуется тем материалом сильно немецком тоже хорошо вас просили я я вот так скажу я 70 году был германской демократической республики с вещением которые имеют отношение потому что и я уже тогда занимался наук и логики на русском тему почитать хорошо знал место наших друзей которые нас встречали спасибо можно наук логики на немецком этого такая проблема значит одна девушка который мы общались работала в цико с обмененной сельской партии германии не могли найти но эти логики на немецком языке вот так что я привез тогда мне это темного бездна конечно можно наверное есть и в русском языке я веду русском переводе там часто очень скобочек стоят у меня слетели вот я не запомнил потому что все это нужно не обращаешь но я думаю что в немецком языке тоже очень хорошо диалектика подражается уж гегель-то очень точно выбирал наверняка чем для обозначения так так что я хочу сказать то завершаю что проблема оказывается была и в германии тоже с изучением но эти марксизма они смотрели на старшего брата старший брат ну да уже туда совершенно не туда пошел большинстве своем да они как могли бороться я же вам рассказал про борьбу с развитируем социализм закалуфлируем немцы говорили что у вас развиты а мы штука строим на хитрость такая так выслав пример какой-то можете привести возникновение прихождение сложно так сложно и вот что он сомневался сложно вот отдайте такого абстрактного рассмотрения как указать на кристалле искали примера которые в поле конкретен здесь все все вообще все хорошо ну ладно тогда не будем забывать так вот и так вставлением разрешили прихождение и что дальше и это будет движение такое бесконечное конечно дальше происходит снять вот как происходит давайте вот это это про и можно сказать фиксируем вот это вот единство постоянное перехождение и снятие это по сути отрицание содержания отрицание содержания совершенно верно вот почему происходит происходит снять мы с вами это должны вот показать в общем близки к тому чтобы показать это бытие исчезает ничто когда они что исчезает бытие да что означает это переходит спокойное единство просто бытие ничто совершенно верно приходит еще еще шажочек надо сделано еще это может отключитесь к это ну терминология да понятно что это сама смысловая нагрузки немножко сложновато вот этот переход что бытие переходит ничто ничто переходит бытие этот процесс как бы встречный есть как будто все снимается да то против против противоречие вот эти вот так то есть во первых давайте спешить мы можем точно фиксирую что исчезает еще течение что исчезают они значит исчезает что разность разность между ними она еще есть оставление тоже но в чем не пропускает ни малейшего движения мысль и благодаря этому если он показывает переход а мы с вами конечно поскольку учимся и осваиваем некоторые вещи можно перескакивать тогда переход становится не показывает он будет совершенно такой как вы говорите и так а становление есть благодаря чему благодаря разности даже бытие ничто так вот и так там а вот это уже можете спокойно пройти тоже давайте включаясь вот работу ну можно сказать так что бытие не переходит ничто а перешло уже в ничто и ничто не переходит а уже перешло да 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 вот из из-за разности происходит это снятие из-за разности бытия и ничто и происходят исчезание самого установления из-за разности происходит снять давайте фиксируем что разность исчезает разность исчезает вы должны сказать раз бытие исчезает и ничто исчезает вы видите бытие исчезает ничто и ничто исчезает исчезает и разность между ними а становление есть благодаря разности разности значит вот теперь мы включаем вполне обоснованно значит исчезает и становление исчезает беспокойное единство бытия и ничто то есть нам теперь надо очень важно зафиксировать что же остается и так исчезает беспокойное единство бытия и ничто значит исчезает и спокойное что является результатом исчезновения исчезания беспокойного спокойствие спокойствие дальше исчезает единство значит остается единство это есть одно и другое а если исчезает единство тогда результатом является простота только одно ну это не термин это характеристика и так исчезает беспокойное единство получается спокойная простота как результат снятия и становления ничто какlean наличнуюién то что налицо вот опять к вашему вопросу откуда термины наличные очень хорошо да дазаним нам понадобилось 2 термина тем не менее нам трудно сказать что наличные бытия точно характеризует то что мы с вами сейчас описали хорошо на личное бытие значит ну вот если брать пример крупный такой из нашей общественной практики пример становления мы знаем что установление есть прихождение но скажем когда мы установили интересный вопрос я сегодня обдумывал тоже может быть это еще и требует дальнейшего но тем не менее вот установили советскую власть когда в россии вот такой исторический план хотя на самом деле победа советской власти то есть ее она победила в центре политическом в Петрограде и потом знаете как назывался процесс победоносное шествие советской власти то есть это такая революция которая еще политически не сразу вот 7 ноября все и завершилось а что у нас не 7 ноября скажем Нижненобрый политический план с 6 но можем предположить что значит к лету несколько месяцев завершилось а вот все таки завершилось ли становление советской власти после того как крупнейших центрах практически во всех городах крупных установили советы власть совета давайте вспомним что такое советская власть да это организационная форма диктатура предприятия так вот как организуется советская власть представляете значит я даю определение это власть формируемые производственными коллективами то есть депутатов отправляли прямо от производства ну вот вы пытаетесь вспомнить что было там уже от производства не направляли там от производства выбегали а жители выбирали то есть там были избиратели по территориальным кругам уже в то время которые мы застали хорошо производство выбирали значит вот разгромили атаманов разогнали воевод и на тихом икеане свой закончили поход и везде советская власть скажите пожалуйста значит как назывались советов совет каких депутатов нет рабочих крестьянских депутатов очень хорошо значит в городах понятно да производство производства в деревне много лет он был заводов творче да много ли там было производство производство было полно но много ли было кооперации труда то есть совместный труд там же был какие там чуть-чуть как упали красоты были спиральщины а так лаки чередняки это вообще мелкие товары производители и еще и патриарханы и крестьяне которые вообще ничего не предали тоже выделочка подберешь какие-то проблемы так от кого делегировать от каких производств значит по территориальным кругам так это советский принцип формирование власти когда мы от числа избирателей не советские а все именно у битсовета ص戈ал off начину держалась тогда однако сначала держалось цель рассказать на том что no tom что городские избирателей на самом деле рабочие значимости привет мы представительствовав значительно от одного депутата если брали значительно меньше у ком leche за собери чем деревенский и тогда у У городских советов было большинство, потому что не от головы избирали. Вот приходилось придумывать такое, что некоторые ограничения избирательной, неравенство. Было совершенно установлено неравенство между избирателями по фабрикам и заводам, и избирателями по веревням. А в чем-то причем? Да как же, иначе какая же будет диктатура патриотового? Ленин говорит, что рабочий класс ни с кем властью не делится. А те советы, которые избрали тогда в деревнях, они первые советы, знаете, какие были? Естественно, Кулатские. И поэтому пришлось от них отказаться, от этих советов, и власть передатькам бедам. Советская власть, городская, я никогда опиралась на комитеты бедноты, потому что там были. То есть получается, что советская власть, она хоть и победила, но ее возникновение еще, видимо, не завершилось. До тех пор, то есть это будут все еще переходы перед даже политически, в таком смысле. До тех пор, пока не произошло кооперирование сельского хозяйства. Оно завершилось в середине 30-х. Ну, в основной своей массе. И как раз в 36-м году при Конституции, которая упразднила выборы от трудовых коллективов. Парадокс. А может, не парадокс. А знаете, что получилось? А получилось, что вот этот принцип избирательный, который действовал для сельских жителей, был распространен на всех. Другое дело, что равные голоса, то есть равные представители были данным и горожанам, и все рядом, потому что отчет это уже. Все социалистическое. Вот, видим, как получилось в этом момент возникновение и прихождение. Да? То есть, между прочим, а в чем, так сказать, вот было возникновение в деревне? А когда мы коллективизировали ее, коллективизировали деревню, тогда получается, что, ну, как бы совпадала организация по производству с жизнью. Потому что деревня колхоз, ну, и несколько там деревень колхоз объединился. Тогда получается, что территориальный округ, как производство, в защитной степени получался. То есть, вот там возникновение советской власти, советского принципа, а у нас прихождение, а мы пришли просто к территорию. Хотя, вот я, такой был у меня факт, я выступал еще в конце 80-х, я рассказывал о производственном принципе советской власти, и в Каналинском райконе партии, и один стал такой, жилой мужчина говорит, «А что вы нам рассказываете? У нас ведь как было дело? Какая нам была разница, по производству или по территориям?» Мы жили все в одном бараке, и с нами директор, кстати, жил на нашем этаже, говорит, «Да какая нам разница?» Ну, мы избирали, вот мы все. То есть, первоначально, видимо, это действительно было очень близко, что территориальный, что производственный принцип, потому что территория была привязана к заводам. Но, извините меня, я всю жизнь, что ли, барак? А потом люди разъехались, которые на этом заводе. И территориальный, очень резко, успетьте, отделился принцип от производственного принципа Фомиральной Союзной. Так что, такой парадокс, то есть, прихождение советской власти тоже, советского принципа власти мы нуждали, и вот он получился, такой результат, что когда в экономике победился солидом, вся общественная собственность была, принцип советских формирований власти, то есть, принцип выбора, который был упразднен. Ну, говорят, что это отрицательная тенденция, что нельзя было отозвать никого. Конечно, и от этого пошло, что нельзя отозвать. Оно, вроде, было очень актуально отзывать. Там война грязная, какие что-то отзывы, какие там дали. Но потом это очень... А потом это стало очень значимым. Раз нельзя отзывать, поэтому всякого дерьма набилось уже и пристали. И только ждали, когда же, значит, вождь, так сказать, идет в режиме, и тогда... То есть, вот как восстановление советской власти. Получается, что тенденция прихождения, вот она... Она обнаружила себя в середине 30-х годов очень ярко. Была связана с тем, что весь переходный период, наряду с производственным принципом формирования власти, был и территориальный населент. И его охватывал, этот территориальный принцип, охватывал большинство населения. Большинство-то жил тогда в деревнях. Видите, это пришлось... Хорошо. Итак, наличное бытие мы получили. Значит, рассматриваем наличное бытие. Так, что можете сказать в новичной бытие? Президентация не отчисленного. Во-первых, что оно? Наличное бытие это... Во-первых, вы старайтесь многое им сказать. Мы еще с такими абстрактными, то есть мало содержащими категориями, что сказать о них много не так просто. Может, даже нет. Согласны тем, что оно есть? Точно, да. Есть, конечно. Личное бытие, оно есть. На наличное бытие, повторяемся, да, опять же, содержится единство бытия ничто. Совершенно верно. Значит, на наличное бытие, кроме бытия, есть еще небытие. Небытие. То есть, ну, можно содержится, ну, можно сказать, что и содержится. То есть, все имеет вид простоты, то есть только бытия. Но поскольку это результат снятия основления, здесь совершенно правильно было подчеркнуто, что снятие это отрицание содержания, то значит, второе, то есть это ничто, снятое, которое присутствует, и оно образует, конечно, отличное бытие, то есть небытие. Опять очень удачно будет. То, что отличается от бытия, где бытие, где бытие. Это вопрос. А зачем такое деление, опять же, повторяется? Ну, с первоначальными церами бытие ничто. То есть, только потому, что оно покойное единство, наличное бытие, да, бытие и небытие, получается не совсем не так. А видите, Михаил, вот на что обратите внимание, что здесь есть и даже название к снятию. То есть, это ведь не просто повторение, а повторение с некоторым отличием. Там было чистый бытие, а здесь наличное бытие. То есть, есть повторяющееся. И то, и то другое бытие, но это уже отличное бытие, поэтому название другое, наличное бытие. Простого повтора нет и движение вперед. И там было ничто. Мы никогда ничто не называли в качестве небытия. Оно называлось ничто. А сейчас небытие. Почему? Потому что это ничто, как снято находящееся единство, с различным бытием. Так что все имеет форму простоты. Поэтому нет повтора названия вот такого, которое мешало нам двигаться вперед. Согласитесь. Не мешает. Потому что мы знаем, что это все-таки новый, новый тем. Наличное бытие. Наличное бытие. Это отличается просто бытие. А вы правы в том смысле, что наличное бытие берет свое начало от бытия, а небытие берет свое начало от ничто. Для этого смысле связь между ними есть, в том числе и этимологическую. В самом первом случае личное бытие а просто вытие. То есть, несмотря на то, что она снимается, как бы ничто, это все равно как бы небытие, как часть нервной истории остается, ну, иметь в виду этот отпечаток от того. Конечно. Она снимается в этом, подчеркнула эту мысль, что она осталась. Она не исчезает, она как бы все равно. Она может исчезать. Ну, понятно, что первоначально приходит в более сложные категории. Совершенно верно. А сложные, сложные из простых, то есть, включая в себя предыдущие и внешние тоже, небытие. То есть, вот здесь мы не вправе, не то что сбывать, мы не будем свойственно сбывать, да, но мы когда рассматриваем, фиксируем это снятие. Какой-то пример может еще? Да все пример. Все пример. Все пример. Умный человек, да, определенность. Можно идти в широком плане. Умный, значит, там. Это окрещается. Высокий, там, да. Высокий и так далее. В смысле не. Всякая определенность. Мы уже перешли к определенности. Да. Не очень. Еще не характеризованный. Умный пример, наверное, не бытия, что ли? Нет. Пример наличного бытия. Чем он будет отличаться от... Оно чисто на зрение. А вот мы сейчас с вами... Давай же пример. Вот. Значит. Если брать ответ по-крупному. Переходный период, лучше по мелкому. Давай. Знаешь, давайте по-крупному. Переходный период от капитализма к коммунизму. Да? Переходный период. И там мы видим движение возникновения. То есть возникающий коммунизм. И прихождение тоже коммунизм. Имеет на данность и прихождение. Об этом помните. Примеры приводили. И это беспокойство. За всем этим стоят. Общественные силы. Заинтересованы. Одни заинтересованы в утверждении нового. Другие заинтересованы в реставрации господства старого. Поэтому вопрос стоит очень сурово. Кто кого. Итог. Получается что-то нечто среднее. Такое, что... Ну, не то что... Нет. Итог. Средний не получается. Ну... Получается победа от той силы. Поэтому средний как раз получается. А вот кто кого. У нас в Советском Союзе решил использовать рабочий класс. И вот наличный мытье. То есть построенный коммунизм. У него первые пальцы. Отличается, да? Смотрите, что получается. Нет класса эксплуататоров. Нет класса эксплуататоров. Нет класса эксплуататоров. Я просто подчеркиваю правду, что иногда понимаю, что, скажем, ликвидировать плаката класса. Мой сейчас рассуждаю. Да нет. Не людей надо, так сказать, ликвидировать. Изменили положение этих людей. То есть лишили их возможности какие-то. Сематически эксплуатировать другую деревню. Отправили в другую деревню, грубо говоря. Кого-то отправили в другой район. Или изъяли от производства, которые вы используете. Ну, я был, скажем, в Кубани. В станице Яшинской, там, зашел в музей. И вот там интересная традиционная картина, как описывается. Значит, количество валов. Деление хозяйства по количеству валов. Значит, одно хозяйство. 57 пар валов. Да? Ну, а потом все остальное значительно ниже. Можете представить, 57 пар валов. Это что за хозяин такой? Что за казак? Это казак, который нанимал батраков. Ну, там, десятками. Вот это один, а и другие казаки. Две пары валов. Одна, а даже были и те, которых вообще не было. То есть, это называлось казаки. То есть, вот он, пожалуйста, капиталисты, серединяки и беднота, которые явно нанимались к тому. Потому что сегодня ничего нет. Так вот, таких нет. Теперь уже все блудящиеся, все зарабатывают. Все спокойно, все хорошо. Все советское, все туристическое. Значит, все общественное. Ну, когда что-то начало меняться, они откуда-то появились? Кто? Ну, вот они, эти товарищи. А что ты еще думаешь, что они начало меняться? Ну, приход к капитализму, опять же. И они появились? Ну, конечно. Опять же. Значит, житейский пример. Ну, скажите, как? Ребен ходит. Учится ходить, да? Начало такие шаги, думаю, что он не то идет, не то падает. Потом он ходит. Падает, это уже исключение. То есть, он человек прямоходящий. Он себя в качестве утвердил. То же самое с разговором. Ну, да-да-да. Вдруг потом заговорил, мысли своей формулировали, все. Научился говорить. Вы же говорите такой, фиксируете, научился говорить. Это же отлично от того, что он научился говорить. Хотя, когда он научился говорить, он прям поражаешься. Записываешь. Какая интересная их мысль. Как он сказал? Вот три слова сказал. А он все равно продолжает. Не останавливается. Да, он научился говорить. И научился говорить. То есть, это вот. Это из более таких приземлемых примеров. Так, значит, мы с вами остановились на том, что на личном бытие различили некоторые небытия. Слушайте вопросы. Я уже спрашивал в прошлом занятии. Но у меня все равно постоянная ситуация происходит, когда мы говорим о наличном бытие. Наличное бытие, оно включает в себя бытие с каким-то небытием. Так? Я вам, Банислав, уточнил. На личное бытие не может себя включать бытие. Обратите внимание. На личное бытие. Оно само и бытие. Совершенно верно. А он включает это? Включает. Включает на бытие. Да. И вот у меня постоянно вот такие ассоциации, как будто бытие это по сути такая форма, а не бытие это содержание. То есть, по сути, наличное бытие, оно как раз и есть форма, а вот это его определенность, скажем так, качество, оно есть как раз и небытие. Ну, видно, что человек очень эрудированный, что для вас не секрет, так сказать, что такое содержание и форма. Но я думаю, что пока мы вот этим можем оперировать на уровне аналогии. Аналогия есть. Но раз аналогия, вот когда мы дойдем до соответствующего места, мы выясним, что аналогия, то худший вид рассуждения. Поэтому, потому что мы рассматриваем не из себя, а притягиваем вот эту аналогию из того, что является таким другим. Ну, а наша задача рассматривать предмет сам по себе. И поэтому совершенно точно соотношение содержания и формы не подойдет к описанию того, как соотносится наличное бытие и небытие. Совершенно точно. Хотя аналогия есть. В том смысле, что вроде как все имеет вид. Еще раз говорю, что поскольку мы с вами не дошли до формы содержания, мы даже с вами не можем сказать точно, в чем разница между этим парами и категориями. Как аналогия? Можно даже две стороны, да? Ну, можно. Ну, это как аналогия, как аналогия. Как аналогия, это нельзя. А аналогия она много не требует. Если мы с вами дошли до формы содержания, ну тогда мы с вами точно их не отождествили бы. Но мы бы с сознанием дела ответили, в чем разница. А сейчас мы, поскольку не дошли, не можем даже ответить, чем разница между этим парами и категориями. А там будет форма содержания? Обязательно. Так это, значит, вы просто предположили. Надо же. Это изучение о сущности. Обязательно это вот такое соотношение формы содержания. Неуходимый этап постижения истины. Совершение необходимого этапа. Мы к ним обязательно пойдем. Мы знаем, что это формы, что это содержание. И тогда, если вы не забудете, мы с вами ссотнесем это соотношение формы вечного бытия и небытия. А вот эти процессы прихождения и, соответственно, возникновения, они встречные или, как правило, они могут проходить по-разному? Ну, имеется в виду движение туда, назад, туда, стреляние всегда противоположное. Ну, в смысле другого. Как пример, да? Значит, бытие – ничто, а ничто, в который результат, оно приходит бытие. Вот. Если говорить конкретно. Мы проводим национализацию. Строим, пытаемся наводить плавное управление нашими предприятиями. В то же время эти предприятия ориентируются на прибыль. Начинаем самообразование делать. В то же самое время, во время, и то, и то, и другое. Так. Ну, хорошо. Довищное бытие, в котором мы различили бытие, уже не говорил, Николай, небытие. Что нам осталось рассмотреть? Ну, это бытие, оно не является тем чистым бытием, которое мы исходили изначально. Но, оно уже определенное бытие. Имеет особую определенность. И мы уже вот эту определенность изолируем, рассматриваем отдельно. Хорошо. Услав, откуда у вас вот этот термин привелся «определенностью»? Вы совершенно правильно, мы к нему придем. Это надо связать вот с тем, что мы остановились на том, что мы на личном бытие, увидели некоторое небытие. Некоторое бытие? Нет, на личном бытие мы видели небытие. Мы теперь обязаны рассмотреть это небытие. И что вы не можете сказать? Ну, теперь вот описывайте то, что вы видите. Вы откуда ее взяли? Мы его откуда взяли? Мы в наличном бытие различили некоторое небытие. Откуда мы взяли небытие? В наличном бытии различили, видели некоторое небытие. Откуда появилось? То, что наличное бытие? Из наличного бытия. Из наличного бытия. В наличном бытие содержится бытие и небытие. Когда-то совершенно верно. То есть мы не в небытие нашли в наличном бытие. Но оно там в наличном бытие. Поэтому мы говорим, что небытие, я вот лучше не скажу. Как я пытался сказать. Принятое в бытие. Принятое в бытие. То есть оно находится в наличном бытии. А не отдельно от него. Все. Я напоминаю. В наличном бытие это простое. Спокойное простое. Спокойная простота. То есть все имеет вид бытия и никуда не бежит. Но тем не менее. Раскопал Михаил. Мы с этим согласились. Раскопал другой момент. Небытие. Так что это небытие. Принятое бытие. Так что конкретные целые. То есть целые, которые включают в себя бытие и небытие. Какую форму имеет? Разница небытия? Или другую форму? Небытия. Небытия. Совершенно. Вот мы и описали. Вот вы. То есть откуда выскапивает. Тут называется приемность. Откуда она выскапивает? Из-за рассмотрения. Полученные результаты. То есть мы ничего не придумываем. Просто рассматриваем и фиксируем результаты нашего осмотрения. Небытие мы нашли с вами. Небытие. Правильно? Говорим. Небытие. Но все имеет форму бытия. Небытие. Принятое бытие. Так что конкретные целые имеют форму бытия. Это определенность. Это определенность. Это определенность. Вы умный человек. Это ваша определенность. Она же не исчерпывает от вас всего. Да? Отличается от вас как от всего. Ну вот. Вы же не только умные. Еще много чего. Поэтому вот это. Некоторые отличные от вас. В том смысле, что они исчерпывают всего вас. Поэтому отличные от вас. Это определенность. Мы еще будем рассказывать. Мы сразу стали умными. Нет. Умными не стали. Вернее. Сразу появились умные. Вот когда я сказал сразу стали умными. Тогда я, о чем сказал? Указал. Остановление. Умными становятся. Помните? Солдатами не рождается. И умными тоже не рождается. Им и становится. Но этот процесс вот прошел уже. Произошел. Теперь умный человек. Умный человек. Умный человек. Так. Так. Определенность. Ну и теперь мы обязаны рассмотреть определенность. Причем как? Путем ее изоляции. Да, почему? Потому что все остальное, картины, уже изучены. Небытие принятое быть. Определенность это то, что принято бытье. У нас единственный ход. Мы только эту определенность не видели еще. Как изолированный. Это единственный ход остался. То есть мы с вами постигаем все. Мы все знаем про наличное бытие. Вот в чем привести на антилогике и диалектике. Что можно знать? Все, что можно знать. В этом смысле и все. То есть мы до конца с вами познали, я все-таки наставил на этом, федературически наставил, что мы до конца с вами познали, что такое наличное бытие. Вот что такое атом, до конца не познаешь. Потому что нам бесконечное это дело. А поскольку мы с вами с вами делались не более с предельно абстрактными категориями, отличением от всего, то есть здесь познаваемо до конца. Мы с вами до конца познаешь, что такое наличное действие. определенность, как говорили, это качество. И так, определенность, как говорили, это качество. Вот я вначале заставил внимание. Конечно, мы немножко опережаем с вами. Ну ладно, может это действительно мы с вами как мужчина папа и подел. Итак, что можно сказать о качестве? Есть. И взятое из стороны бытия, оно выступает как реальность. Уступает как реальность. И все? Что может быть о качестве? Нет, не все. А с другой стороны, оно выступает как отрицание. Почему? Вот почему? Вы правильно совершенно утверждаете, что выступает как отрицание. С другой стороны. Но почему это? Почему такого вы пришли? То есть это еще пока не положено как вывод. То есть он является результатом рассмотрения. А непосредственно появилось. А у нас с вами сплошь идет опосредственно. Ну потому что, наверное, мы знаем, что наличное действие, оно изначально шло от взаимодействия бытия и ничто. И вот это вот отрицание, оно из выражения вот этого ничто. Совершенно верно. Получается? Слажно. Можно, когда каждый термин содержит в себе отрицание получать? Потому что в наличном бытии есть не бытие. Соответственно, в качестве есть реальность отрицания. И так же, как и в бытии ничто, в бытии отрицание ничто. А личное бытие и бытие все содержит. Так что содержит все реальности. Представим, так что такое учение? Очень интересный ход мысли у вас. И я бы сказал, далеко вперед, так сказать, выходящий. Но можно сказать, что в себе содержит свое отрицание. Ведь они представлены пока, как, я бы так сказал, рядом положено. есть реальность, а есть отрицание. И они имеют вид самостоятельного. То есть мы как, вот по первому взгляду, мы говорим, реальность сама по себе. И даже еще нет мысли о том, что нет реальности без отрицания. Вот само рассмотрение реальности, когда получаем реальность, еще не указывает нисколько нет никакого указания на то, что реальность находится в действии с отрицанием. Хотя я к чему? Потому что вот в чем заглядание? Вперед. Но вы правы, что всегда есть правая категория. Потому что если я сказал, например, отец, что тем самым развивается? Есть мать. Совершенно? Нет. Что есть там ребенок. Или родитель. Да, родитель тогда уж не смешивался. Значит, у меня есть ребенок. То есть это само по себе сам по себе термин указывает уже на свою противоположность. Говорит, сам по себе он не является я сейчас сказал отец, это уже все, я указываю на кого-то другого. То есть я выступаю в качестве отца только потому, что есть у меня ребенок. А вот в сфере бытия то, что у меня нет, такая связь не бросается в глаза. Я сейчас сказал реальность, у вас еще нет мысли о том, что тоже ей предстоит отрицание. Хотя когда мы будем рассматривать, мы увидим, что да, они находятся в единстве. Поэтому согласитесь, что такие парнии категории. Я сейчас сказал верх. Но у нас сразу есть вниз. Верх есть кроме вера только, что есть именц, ему противостоит вниз. А если я сказал реальность, из этого еще не следует, что ему что-то противостоит. Хотя рассмотрение покажет, что да, есть противостоящий термин, но он не так, вот это противоположность и так и является, как в сфере сущности. Там, где каждое определение есть рефлектированное, то есть отраженное от другого. Отец отражен от сына, и поэтому он отец. отрицание. Ну, это вот вы вперед пошли, но и не немножко вперед пришлось пойти. Говорит, использует термин рефлексию, это особое такое движение. Но, тем не менее, вы правы, что да, будет у каждого термин его противоположность. Если, допустим, так говорить по отношению к категориям сферы бытия. Поэтому, да, у бытия есть ничто, реальность отрицания. То есть, парни с категорием будут показывать сегодня. Это, наверное, больше всегда есть, да? Это больше работа. Михаил, ну, а вот, вы хотите наперед все узнать? А что вы хотите наперед? Да вот, пока все, что мы с вами замечали, парни присутствовали. А как наперед ручаться? Ну, хотя, по нашим опыту и рассмотрению, наверное, может сделать твое, что всегда. Есть и будет. Вот всегда есть, имея в виду то, что мы прошли, но, важно, как говорится, что и будет всегда. Прием. Как я, я ждущаю, диалексику. Что мне, Александр Владимирович, рассказывает сказку? Делать, это, да? Что вы тут меня останавливаете? Ну, правильно, конечно. Это должно стать предметом нашего рассмотрения. А пока это еще предвосхищение. Бредвосхищение. Бредвосхищение. Ну, в целом, говорят, что в физиологии работают наше множество сопоставлений. На сопоставлений всех абсолютных категорий. Абсолютно. То есть, кривое без прямого, соответственно, как бы не воспринимается. Мы должны понять кривое, чтобы понять потом прямое. Конечно. То есть, именно, ну, это предвосхищение. Понятно, правильно. Так и есть. Так, значит, мы продолжаем весь реальность. Вот теперь вы различили. Вот откуда появилось это дело, что само на вечной бытие, как печающийся второй момент, выявляет односторонность характеристики, качество, как реальности. поэтому вы должны сказать, что качество, тетка и отрицание тоже. К примеру, реальность. Ну, то есть, реальность, получается, бытие с определенностью, да? отрицание. Отрицание. там что-то, 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 что-то оттолкнуло, все-таки. Нет, мы говорим, что отрицание, значит, отрицание, это, качество, со стороны, и отрицание, и отрицание, ничто. Да? Такое качество, оно и есть или нет? Есть, конечно. сила, не думаю, отрицание. Такое, какой-нибудь можно? Ну, хорошо, нет, качество. Любое качество, красавица. Луком, силы человека. Да? Сила, как качество человека. Он и слабый человек. Ну, может, он и он. не слабый. Это тоже, мы берем здесь, сила, конечно, больше, так сказать, термологически. То есть, сила человека, это реальность, да? Да, в полуции. А не слабый? Это отрицание. Это отрицание. Хотя, качество, то же самое. То есть, это, как вы, качество, то же самое. То есть, это определение, через отрицание. То есть, умный, не глупый, сильный, не слабый. Да. Красивый. Не уродный. Да, не уродный. Хотя, видите, тут как, сразу появляется момент связи с этим. Но это говорит о том, что дальше это себя проявит. То, что не уродный, это все равно, как себя проявит. В какие-то моменты группа становится очень красивой. может, связь с этой определенностью сохраняется. Точнее говоря, с этой стороной качество сохраняется. И качественных проблем не может быть. Единственный человек может буквы допустить. Ну, это определенность. А куда делать вторая сторона от отрицания? Хорошо. Значит, Михаил, вы как раз подчеркнули, что отрицание это не ничто. А это ничто, которое находится в единстве с бытием. То есть, это само наличное бытие. А мы помним, что такое наличное бытие. в нем есть ничто. Так и здесь. Реальность. А реальность это что? Чистый бытие? Нет. Нет, реальность содержит себя. Да, потому что это, так сказать, качество, то есть, определенность. Откуда она пошла? Отделенная определенность содержит себя. Итак, у нас и реальность есть наличное бытие и отрицание есть наличное бытие. отрицание тоже есть наличное бытие. А все имеет вид, все имеет наличное бытие. Поэтому отрицание это интересно, но это и надо понимать, что это дальше все время будет себя проявлять. Как же отрицание? Подчеркивается что-то негативно соотносящиеся с бытием, а оно само наличное бытие. Но так и будет дальше, если предотвечать. Нечто иное. Да, все, и то, и другое наличное бытие, но это иное. И так далее. отрицание. Понимаете, я вот когда дошел до этого момента от реальности и отрицание, меня случился тот факт, что в противовес реальности существует отрицание, но реальность даже имеет под собой отрицание. То есть... нету нереальности имеется. Вот если... отрицание по-своему бытие тоже имеет. Не надо сказать, откуда бы, так противопоставили. Просто это как-то сложно вообще понять. Вот я как игру слов просто принял например какое-то слово, его антоним это идет как отрицание. А отрицание внутри реальности это просто отрицание этого слова. Немец ввиду, что есть, а чего и нет. Как сказать, то есть в более широком смысле реальность отрицания это например умный и глупый. А отрицание внутри реальности это не умный. Я понимаю, совершенно верно. То есть я хочу сказать, если вы берете глупый антоним, то вы рассматриваете это как качество. Почему сказать, что это отрицание? Ну отрицание тоже качество. Я с вами согласен, но оно сейчас положено в определении бытия. Где у вас нет? Вы же глупый. Вы представили, как турицание? А что глупый? Это не может быть качество или реальность? Может быть, как реальность. Так вы ее представили как реальность. То есть если вы хотели представить ее как отрицание, то скорее всего надо бы использовать нечто, чтобы подчеркнуть, что это со стороны ничто. Тогда вам сказали не умный. То есть вы бы взяли за реальность глупость, такое можно тоже качество, но глупость. Ну что я говорю, ну люди присущи тоже. Я тут человеку присущий, это его качество, глупость. Просто я не понимаю, зачем акцентировать внимание именно на двух отрицания? Здесь уже просто, не просто Антоний, а здесь вот надо, скажите, обозначить это не. Скорее всего, чтобы точнее выразить наличное битие, или точнее говоря, качество, как отрицание. Поэтому умный, глупый, глупый, не умный, тогда не умный будет как отрицание, представленное того же качества. Я понимаю, я тоже, наверное, заглублялся, ульгей говорит бесконечно, а он как начнет, уточнять. И так уточни, что уже думаешь. Уточнее не стоило бы и читать. Он-то, ну, никакая-то постигал, а теряешь уже мысль, ход мысли его. Потому что он это уточнение может связать с тем, что было там, а ты уже связь потерял. А алкогений вот смысл протягивает на всем протяжении. А ты иногда теряешь их связь. И так, значит, у нас есть тогда что? Есть результат. То есть мы это упоминаем, да, что мы где раскопали реальность и отрицание в качестве. То есть в качестве мы изолировали определенность изновечного бытия. Когда мы ее изолировали, определенность получили качество, но когда качество рассмотрели, мы опять получили наличное бытие. То есть это изолирование в общем не означает, что качество, я бы так сказал, помимо, может это чуть пространственнее существует, наличное бытие. И вот как некоторый пример, что нам тоже полезно знать, что качество существует не наряду вне наличное бытие, то что качество это определенность, хотя изолированные из наличного бытия, то есть она просмотрение изолирована, но на самом деле она находится в среде с наличным бытием. И это определенность данного наличного бытия. Вот скажем, способность мыслить, способность мышления, интеллект, чьё качество? Чего, сомневаетесь, что ли? Человека. 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 Ну, теперь, как мы относимся на искусственный интеллект? Негативно относимся. Не то, что негативно, а мы понимаем, что это некоторые аналогии. Аналогии, конечно. Аналогии, конечно. Машина, наверное, да. Как же взяли определенный человека и приписали к механизму. Ну, как это? Ну, вот, ведь аналогия. А ведь люди, вот что получается, что, поскольку качество, так сказать, неразрывно связано, да, не то, что неразрывно связано, а качество это погружается снова на личное дитие, они начинают уже, я бы так сказал, одушевлять машину, да, и там начинается раскроек, обратный ход, то есть, все-таки обращаю внимание, что качество из наличного бытия достается, оно в наличном бытии находится. Если мы это проглотили, что мы используем интеллект, хотя и с оговоркой, да, искусный, это должно настроить, что это аналогия, как-то забывают, просто, раз интеллекты начинают, как считают, как там, то, пишут стихи, но думаешь, ну все, пропал человек, потому что его качество вдруг стало качеством машины, машина своего качества, да, поэтому как-то забывать об этой специфике, и поэтому говорят, вот машины там, поставлены против человека, да вы что, ребята, способны расставать, то есть, ну, человеку самого, действительно, это опять качество человека, а вы хотите приписать машине, не бывает такого, что человек и машина вот стоит при человеке, а что может быть, а может быть, что один человек, поставит против человека использовать машину, вот так нам все понятно, а то, значит, вот мы должны пугаться машинам, да надо пугаться тех, кто хочет Diesele использовать них, против большинства, вот что надо пугаться, этих быстро ловить людей, они опять решили, да мы при чем, это машина будет Idiotar выставать, просит вас нападать, опять Опять футуристические эти картины, пугающие. Ну, хорошо. Итак, значит, у нас снято различие между определенностью и наличным бытием. То есть на одном мгновении нам показалось, что мы ее вытащили, и она сама по себе. Нет, она не сама по себе определенность. Она определенность наличного бытия. Итак, мы имеем определенное наличное бытие или... И вот, там удивились, много, конечно, чего интересного, безусловно. Но обратите внимание, нечто это первое, внутри себя бытие. То есть что значит внутри себя бытие? Михаил, можете вы сказать про нечто, что это пустота? О нем нечего сказать. Можно им так, имеем ли право? Ну, уже слово ясно, что там что-то есть. Да. Нет. Даже не по слову, не по темологии, а потому что, как мы получили мисс, смотрите, сколько у меня всего. Не может, так сказать. Вот внутри себя бытие. То есть это не просто наличное бытие, а определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Которое имеет в себе... Ну, я правильно себя понимаю, качественную бытие? Конечно. То есть все его... Качество, но уже в таком виде, которое снова стало определенностью. Потому что качество – это изолированная определенность. А как мы не изолировали определенность, оно снова повозилось в наличное бытие. Поэтому определенное наличное бытие. Ну, можно сказать, и качественное, потому что на себя можно поделить. Но только не изомнивать. Наличное бытие, да. То есть определенное наличное бытие. это нечто. Поэтому оно не пустота, а внутри себя бытие. Обратите внимание, что первое отрицание отрицания. У нас было отрицание, мы же пришли к нему, а теперь мы опять получили на личное бытие, утвердительное. Но как звучит, как отрицание отрицание. Отрицание, отрицание, отрицание. То есть, это качество отрицания, то есть качество которое отрицание. первое отрицание и снова через отрицание пришли к утвердительному нечто а вот значит смотрите все таки нечто это утвердительное вот когда мы говорим нечто нечто есть в этом нечто мы подчеркиваем что это не пустое что это утвердительное, что наполнечное нечто это утвердительное ну а как интересна этимология нечто то есть в самом названии подчеркивается что это отрицание отрицание потому что оно должно назвать ну хотя вот одно только отрицание, обратите внимание нет одно но мы правильно с вами понимаем что это утвердительное нечто то есть оно как нечто оно на личное бытие то есть то что то что имеет в свое нечто интересно то есть вот опять язык кто-то говорит нечто что-то тогда оно с лично связано это не пустота это не отрицательное это что-то утвердительное но утвердительное через отрицание отрицание внутри себя все наполненность это наверное тоже очень человек содержает Это какое? Что он во всем внешнем, значит, умеет выбрать то, что соответствует природе, отрицает эту внешность. Делает это своим, удерживает в себе тем самым. Это перестает быть внешностью, но вот я немножко сбегаю вперед. Но тем не менее это показывает, что нечто, оно всегда существует через отрицание, отрицание. А то, что только непосредственно, ну даже в этом что-то есть, наполнено. А если в этом ничего нет, то оно ничего не может сказать, только одно отрицание. Все он отрицает, если бы все только отрицал и только негативно это было представлено, ну ничего, тогда мы в этом нечем. То есть все-таки вот нечто, так сказать, и внутри себя бытия, и на полность, всегда считает как отрицание, отрицание. Он умный, потому что отрицает собственную неразумность. Вот умным может только так и быть. То есть он не отрицает собственную неразумность, он так и остается неразумным, неумным. Ну, отрицает в себе дурака, так, к слову говоря, если этого отрицать. И вот только отрицает свое, то, что он не дурак. Дурака отрицает в себе, а ты ему умный будешь. То есть отталкивает свои недостатки? Совершенно верно. То есть таким вот образом. Только так. Вот здесь это отрицание присутствует. То есть вы умный не просто, умный, так чистенько, спокойно, умный, все спокойно. Нет, через, вот она борьба, вот через отрицание. И этот дурак сидит у вас как отрицание. Дурость какая-то, все равно и умный у человека. Поэтому только вот это нет, нужно отрицать, и тогда будет хорошо. Вот, наверное, только так мы можем представлять себя нечто, утвердительное. То есть отрицая собственные недостатки. Вот можно утвердить свои положительные, лучшие качества. А то, что они всегда будут, как по-другому, то есть в становлении. Мы же, это наше ничто, как разумного, там, такого, сякого. Она же присутствует в снятом виде. Поэтому, ребят, это бесконечная борьба. Поэтому нет предела совершенства. Это что, просто слова что-то? Да нет. Вы что-то знаете? Замечательно. Ну, знаете, сколько еще можно узнавать? А сколько не знаете? Элементы не знания. Ну, если начну написать, что я вот изучил это, но смотри, я это что не знаю, я это не знаю. Вот этот шаг не могу сделать. Да я вот это узнаю, значит, отрицаем. Я, значит, поднял себя. Да? Отрицаиваться, так сказать, своими знаниями. Только поэтому... Ну, тут мы очень близко приходим к понятию границ. Вот этот пример. Весит очень близкий. Так что, нечто есть. Первое, отрицание, отрицание. Ну, давайте все-таки пойдем чуть-чуть дальше. Мы до нечто выходили, теперь... Значит... Итак, нечто это вторичное бытие, конечно. Определенное, конечно. И все, больше ничего мы не можем различить, так сказать. Или, Михаил, что-то нам должен сказать, что кроме нечто... Должно иметь бытие что-то и другое. Я же проговариваюсь. Потому что... Вот она, соотносительность. Итак, когда мы говорим нечто, то помните, что это такое? Что это вот... Определенное... Наличное бытие. Но это определенное наличное бытие. Я бы хотел, наверное, это брать в вашу мимо. Значит? Здесь неопределенное. Значит, оно определенное... Вспомните, откуда пошла определенная? Из наличного бытия. Небытие, принятое в бытие. А, от небытия, от ничто. Значит, если мы просто скажем нечто и на это поставим точку, то мы не примем во внимание, что в определенном наличном бытии есть и второй момент. Поэтому мы должны его назвать. Ну как же, если у нас все равно определенное наличное бытие. Значит, и второй момент тоже не присутствует. Как наличное бытие. Но вот второй момент. Как, наверное... Деленность необходима? Нет. Бытие для другого. Рано. Значит, нечто другое. Нечто другое, да? Или иное. Ну вот, честно говоря, я уже боюсь ошибиться. Может быть, в переводе... Вот вы сказали другое, да? Я бы, вы сказали, да? Другое можете как раз из перевода 37-го года, а может и другое. Ну я вот с более поздним переводом делал и иное. Хотя, нечто иное. Что точнее отражает их соотношение? Другое у нас это... Друг, другой, друг. Да, то есть... Немножко двойной смысл. И соотношение, и близость. Хотя может это бороться в пользу. И так, вот тот момент, который представляет снятое ничто, небытие или определенность, появляется как иное. Как иное. И так, у нас нечто есть и иное. Иное это определенное иное личное бытие. Совершенно верно. Значит, оно нечто. То есть, иное, то же самое, что и нечто. Мы имеем два нечто. Нечто и иное. И обратите внимание, нам безразлично, что брать за нечто, а что за иное. А вот то нечто по отношению к этому, или и по отношению к тому нечто, это поступает в качестве иного. И наоборот тоже. И наоборот. Мы можем как-то это ищить, указав, что это есть нечто, а то иное. Но это в данном случае настолько неопределенное, что оно также применимо к тому нечто. Вот поэтому мы приходим к выводу, безразлично брать, обозначать. Какое нечто обозначаем иным. Потому что каждое из них есть и нечто, и каждое из них есть иное. Нам безразлично еще раз будем брать, что брать за нечто, что за иное. То есть, в связке мы с вами нечто иное рассмотрели. И получалось такое соотношение чисто внешнее. Такое произвольное даже. Потому что вы можете рассмотреть меня как ваше иное, а я могу вас рассматривать как мое иное. То есть, что произносит, что безразлично. И вы правы, и я прав. Что нам осталось сделать? Если мы рассматривали про нечто, мы уже с вами все знаем, как появилось, мы знаем иное, как тоже нечто. В соотношении с другим нечто. Значит, что нам осталось рассмотреть? Нам с вами осталось рассмотреть иное само по себе. Не в соотношении с нечто. Как только что мы с вами рассматривали. А иное само по себе. Ну вот интересно. Сейчас я вас спрошу. Это мы уже идем несколько вперед, да? Вот вы дальше будете прочитывать. А сейчас мы все-таки это уже не проделаем. Иное само по себе. Вот в иное вкладывается все-таки соотношение. Обратите внимание, да? Вот, Михаил, согласитесь, если брать, вот вы же обратите внимание на соотносительность категории. Вот когда мы говорим иное. По отношению к чему? Ну вот здесь всегда уже прям просто. Вот когда говорим нечто, оно кажется, что оно вот оно само по себе и ничто не предстоит. Отлично от чего-то. Да, никак. То есть оно вполне состоит. А когда мы говорим иное, вот тут прямо подчеркивается соотносительность. Иное по отношению к чему? Иное по отношению к чему? Сам название сидит. Очень правильно сидит. А вот мы смотрите, что рассматриваем. Мы рассматриваем иное взятое само по себе. Вопрос. Иное взятое само по себе. Оно иное по отношению к чему? К чему оно само по себе? Очень хорошо. Договорите, договорите. Очень близко. К правильному ответу. Иное взятое само по себе есть иное... Иное... Иное чего? Вот видите, само по себе. Оно иное, только оно и есть. Оно иное... Давайте попробуем. Оно иное... Оно иное... Правильно, иное себе. Вот человек рассматривает очень внимательно. Иное взятое само по себе иное самого себя. Другого ничего нет. Мы же рассматриваем само по себе, а не в отношении с нечетами. Иное взятое само по себе и иное самого себя. А вот теперь... А само оно что? Помните? Что оно само-то? О чем говорим мы с вами сейчас? Да, само оно нечто. Не, не, не. Пока не нечто. Мы иное взятое само по себе и иное самого себя. То есть чего? Само-то оно что? Определенное личное усилие. Вы задаете определение. А просто сейчас мы о чем говорим-то? Иное взятое само по себе и иное самого себя. То есть иное... Иное. Иное, иное. Само-то оно иное. Итак, иное взятое само по себе, есть иное самого себя. То есть иное и ново. И вот здесь ничего нельзя терять. Почему? Потому что если скажешь, иное взятое само по себе, есть иное и ново, то как-то это не очень очевидно. Вроде с этим можно согласиться, но это вот не раскрыто, что она соотносящаясь с собой. Ну, в этом смысле у Геги, конечно, совершенно блестящее расстройство. Иное взятое само по себе, есть иное самого себя. Самое и ново. Обратите внимание, вы это вычитываете. Я просто на это обращаю внимание, потому что думаешь, что-то так замысловат. А потом думаешь, да по-другому ты это никак не выразишь. А если выразишь по-другому, тогда потеряешь. Потому что если ты сказал, что иное взятое само по себе, есть иное иное, согласитесь, что мы теряем эту связь, а потом все это договаривали. Значит, ничего не теряем. И поэтому он в этом смысле выводит. Иное взятое само по себе есть, иное в соотносительности, к самому себя. А оно само иное. То есть, иное и ново. Ну и смотрите, раз это иное и ново, что здесь бросается в глаза? Раз это иное и ново. Отличие от себя, неравенство с собой. Отсутствие своего бытия. Потому что это иное и ново. А оно как-то вообще связано с нечто, с которым мы исходили? Ну так, наверное, разумеется. А это разве не нечто? Помните, говоришь, нам все равно, что рассматриваешь в качестве нечто, в качестве иного. Нет, оно имеется в виду никак не связано с первоначальным нечто. Да как же не связано, если иное это тоже нечто? Очень связано. Вы правы. Но сейчас нас другое интересует. Мы рассматриваем иное само по себе. Но мы-то помним, что иное это тоже нечто. Вот, если хотите, в таком виде сейчас рассматриваем нечто. Мы рассматриваем нечто, взятое как иное. Потому что данное нечто, оно иное по отношению к тому нечто. Вот это нечто, поскольку оно уступает как иное по отношению, мы рассматриваем. Ну, как иное, само по себе. Поэтому вы правы, что мы говорим. Вот это всплывет, все, что мы говорим об ином, относится, безусловно, и к нечто. Но сейчас мы все должны пройти до конца, всю идею соотносительности, которая заложена в ином. И вот до конца рассматриваем. Так вот, первое, к чему мы пришли с вами, что иное. Иного выражает момент неравенства с собой. Оно же иного и иного. Нечто отличающееся от этого иного. То есть, от самого себя, кстати говоря, отличающееся. Поэтому это собственный момент неравенства. Или отсутствие на личном дутие. У самого же иного. Согласитесь, что у нас нет другого, никакого, кроме этого иного. Поэтому оно отличное от самого себя. Момент неравенства. Иное иное. Но теперь мы вынуждены с вами... Не то, что вынуждены, вынуждены вообще с грустью, с всякой грустью. А иное... А что я поставлю, так сказать, в помощь Христосового? Что есть истинное? Мне там долго, значит, не Христосовый, да? А я поставлю вопрос. А иного иного? Что есть иное иного? Иное же. Оно столько с собой соотносится. Оно же и есть. Иного и иное. Иное иное есть иное. А раз оно есть иное, так к чему наша мысль приходит? К другому моменту. Приходит к равенству. К равенству. Иного с самим собой. Оно же было иное. И результат ему есть иное же. Так это значит равенство с собой. Но почему моменту? Потому что, а вы можете всегда напомнить, что иное иное есть иное. То есть это отлично и от себя есть. Значит, момент равенства с собой существует только как противостоящий моменту неравенства с собой. Когда первая мысль нам пришла в голову, а что иное иное, то в том моменте неравенство с собой. Но когда мы ближе смотрели иное иное, выяснили, что есть иное, мы обязаны зафиксировать, что здесь есть иное равенство с собой. А вот теперь, как Владислав, вы совершенно сказали, что иное – это тоже нечто. Поэтому все, что мы говорили с вами об иное, относится к нечто. К нечто. Поэтому в нечто есть момент неравенства с собой. То есть отсутствие наличного бытия, своего наличного бытия. Отсутствие. Это удивительно. Как же так? Ну, если неравенство себе, так значит, ты себе неравен, отрицаешь себя. Так это, значит, не ты, значит, отрицание тебя. Это же другое. Да, но только в этом отрицании ты и есть. То есть есть другое момент, соотносящийся с собой. То есть это не какое-то другое, не кусок другого. Это, вот поэтому мы говорили, есть отсутствие собственного наличного бытия. Самого нечто. А момент, который, так сказать, выражает равенство, соотносящийся с собой. Давайте выозначим, как. Значит, этот момент неравенства с собой будет. Бытие для иного. Знаете, как интересно. Не иное, а бытие для иного. Нечто ведь что у нас? Бытие наличное. Да? Так вот оно и имеет вид. Бытие для иного. Я хочу вас успокоить. Что это не какое-то иное, которое там где-то помимо нечто. Это бытие. Само наличное бытие. Бытие для иного. Это момент неравенства нечто с собой. А момент равенства в себе бытие. В себе бытие. Михаил, это вполне естественно. Потому что одно дело со слуха, другое дело вы посчитаете, размышляете, подумываете. Это влияет очень удачный. Ну, меня просто проиллюстрировало, что когда дети используют такие категории, то они выведены, научно не могут проиллюстрировать. Как раз записать. А ничего страшного, прочитайте. Это в формировке в него приведены. Значит, откуда это взято, да? В том числе из нашей жизни. из нашей жизни. Значит, человек не в себе. Это что означает? Неравенство в молнии. Неравенство в молнии. Вышел из себя. Вышел из себя. Это другой человек? То же самое. То же самое человек. То есть, отсутствие собственного наличного бытия. О, это уже человека. То есть, это не другой человек. Это его отсутствие. Вот, смотрите, как. Это его отсутствие на счет бытия. Это его. Это бытие для иного. Ты сегодня не похож на себя. Заметили, что сказать ты? На себя не похож. Раз ты не себя, значит, ты похож на себя тоже. Но это мы дальше уже идем, что на самом деле в себе бытие можно представить себя только как рефлектирую, то есть, соотносящуюся с бытием линии. И тоже так же, быть и иного. Это не иное, а соотносящуюся с его бытием. Поэтому, это же ты на себя-то не похож. А если ты, значит, вы все-таки узнали этого человека? Хотя он на себя не похож. Категорически не похож, но узнали, да? Ну, да. Значит, мы в этот момент тоже различим в себе бытие. Вот это очень интересная категория, и она играет очень важную роль. Вот это парень. Мы еще не раз будем сталкиваться, не столько сталкиваться, а с вами используем для нашего дальнейшего рассмотрения. И вы заметьте, это нас как здорово продвигает вперед. То есть, мы сейчас пришли к той идее, что всякое нечто равно себе только лишь как находящееся в отрицании со своим неравенством. Не такое мертвое равенство, но и неподвижное, хотя и изменяющееся нечто нескольких позднее не получится, но только лишь отрицая собственное отсутствие неравенственного бытия, мы становимся равны самому себе. Опять, то есть, нас призывают к такой борьбе. Борьбе. Если мы хотим, мы утверждаем, что мы равны, как знающие люди, то это означает, что мы должны выходить, освобождаться от своего незнания, отрицательно с ним соотноситься. И мы знающие только, как отрицательно соотносящиеся с своими знаниями. Потому что умных людей, отсутствие ума, это же его собственно, того, что я не знаю. Но это его. Так отрицают, вот мы будем знать. То есть, опять это нас настраивает на такое постоянное движение утверждений через отрицание. Отрицание отрицание. Точнее, не говоря. Ну, я думаю, что мы сегодня сделали такое существенное продвижение вперед по задачам. Вот я вижу, что на задачам и очень хорошо. Потому что такое напряжение, что означает, что вы будете полагать себя как людей, то есть средное бытье, отрицание бытье для иного, непонимание того, о чем мы сегодня говорили. Я желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо. В начнем еще раз мы с вами постараемся дойти до этого момента. Точнее говоря, о фирмах момента. И дальше будем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok